Друзья, всем здорова, всем привет! Сегодня выпуск под номером 109 и поговорим на тему, как жить без проблем, как создавать себе заранее такие ситуации, в которых у нас не будет проблем. Сумма какая? 15478, а вы мне даете 1550. Также поставим цель на день, позанимаемся спортом. Участие, здоровье, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Погнали! Итак, друзья, по факту мы сами себе создаем проблемы. И проблемы, где у нас живут? Правильно, у всех в голове. По факту их не существует. То есть это, по сути, наше отношение к определенным ситуациям, там, где мы чувствуем ступор, где-то мы не понимаем, какой выход из ситуации найти, и как же они появляются. В основном они появляются из-за того, что мы заходим в определенные ситуации и не видим там изначальный выход. То есть мы не продумываем ситуацию, что мы будем делать, если произойдет так, так, так. То есть у нас нету плана действий. И поэтому в какой-то момент у нас происходит ступор, может мы чего-то просто опасаемся и это происходит. В общем, что же делать для того, чтобы заведомо убирать от себя проблемы? Тебе помогут вот такие вот правила. Первое. Небольшая осторожность поможет тебе избежать больших проблем. Второе. Надейся на лучшее, но готовься к худшему. У тебя всегда должны быть варианты решения тех или иных ситуаций. Третье. Будь полностью независим материально, физически и полностью оградись эмоционально. Иначе тобой могут манипулировать. Четвертое. Человек нуждающийся в защите не способен защитить другого. Поэтому в первую очередь постарайся защитить самого себя, а потом ты уже будешь способен защитить друг друга. Так, друзья, давайте подытожим. Чтобы не оказаться в непредвиденной ситуации, где у тебя могут быть проблемы, просто заранее продумывай. Просто продумывай, пиши план действий, что может произойти, если будет это, если будет второе, третье. Просто ситуации обыгрывай и думай выход, какой может быть из этого. И когда ты попадаешь в саму ситуацию, работай с ситуацией по заранее спланированному плану. Это тебя очень будет выручать в разных моментах. И я тебе могу сказать, я сам это использую. Опирайся на эти правила. Это не так сложно, как тебе кажется. Просто попробуй и ты увидишь результат. Движемся дальше. Сейчас будем отжиматься, подтягиваться, на брусьях отжиматься и ставить, конечно же, цель. Погнали дальше. Друзья, добрались до отжиманий. Первый подход минимальный 55 раз, второй минимальный подход 25 раз. Сейчас постараюсь сделать, если есть у тебя возможность, давай подключайся ко мне, давай вместе хотя бы, не знаю, присядь там пару раз, хотя бы что-нибудь там поотжимайся. Просто начни, если ты до этого не активничал так по спортику. Просто начни, вот будет идеальное для тебя сейчас начало. Погнали! Фух, аж камера только что упала от ветра. Так, сделал только что 55 раз первый подход. Фух, минуту отдыхаем и делаем второй подход. Если со мной делал, то рекомендую тоже сделать второй подход. Если подумал, а ладно, не хочу, то рекомендую сделать все-таки хотя бы один подход. Минуту отдыхаем, погнали! Фух, сделал второй подход 26 раз. Ох, капец есть. Движемся дальше, идем на турник и на врусье и ставим цель, если все-таки решился делать со мной. Красава! Поздравляю! Давай, пить! Музыка Музыка Друзья, не отходя от брусьев и от этого рыбака, сразу ставим цель на день. Значит, по целям на день на сегодня, как вчерашняя моя цель на сегодня, переносится до обработать группы товаров. Я вчера так и не успел все сделать. Цель моя на сегодня еще переносится. Вот, вам, друзья, желаю всего хорошего, приятного аппетита, спокойного ночи, доброго утра. Подписывайтесь на инстаграм, ссылка здесь, утра, дневник, ссылка в описании. Там мы ставим цель на день, я снимаю, как снимаю влог. Пока-пока, прощаемся ненадолго, прощаемся до завтра. До завтра, пока-пока! Музыка